Заметили, что я ни капли масла не обронил. Я сначала рассорил по себе, по локтям и только после этого на клиента наложил, чтобы ему было комфортно, чтобы она там не ойкала. Ой, холодно. Или что-то еще такое. Нельзя также на клиента чихать, кашлять. Особенно если курит, то массажер должен дышать вообще в сторону. Я даже, когда делаю массаж, тоже такой маленький нюанс, но очень важный. Я даже вот эти дыхание легкое из носа или ртом, стараюсь, чтобы не попало на человека вообще. Выдыхаю в блок всегда. Вот все равно пошел, идет направо, песню забудет. На эротическом надо дышать, да, на клиента? На эротическом дышится, да, по-другому. Там и дышится, во-первых, теплым воздухом широко, да, ну и во-вторых, на эротические зоны. Будем проходить? Не хочу сейчас пока. Вы знаете, здесь зона, да, вот здесь, вот тут точки есть, вот здесь вот шея в основном, нижняя часть черепа и хрена уха. Да, вот так можно. Да, но у многих женщин, да, у них есть блуждающая зона, так скажем. Вот, сейчас мы просто не об этом. Так, продолжаем локтевую нашу технику, да. Когда мы сделали вот эту и декомпрессию, да, вот этих позвонков прошли. Далее сразу, не отпуская руку, продолжаем действовать. И переходим в следующий элемент. Хватаем себя за палец, и у нас рука превращается в подобие рубанка. Движение называю рубанок, да. То есть мы можем так же вот растирать продольно, да, в общем, похоже, как будто бы вот рубанком работает, следствие, да, и стружку снимает с деревянной доски. Но мы делаем еще круг, вот тут большой мышцы, да, ягодично. Сразу пол спины практически захватываем. И вторые пол спины захватываем лопаточную зону, вот так энергично. Если заметите, я делаю не просто круг, да, а я делаю вот туда движение, полностью выпрямляю свои руки. Чтобы добавить энергию, чтобы добавить импульс. Видите, да. Перехожу на обе руки и раскатываю ее мышцы, смотрите, как видите, вот так вот. То, что мы делали вот так вот, да, руками, теперь локтями. Тут мы работаем сразу со всей поверхностью половинки, да, спины от ягодица до ушей, прямо сразу со всей. Прошлись вот так вот, как я вам говорил, каждое упражнение примерно там 3-4 раза, да, повторов. Вращение также можно добавить. И продолжаем проходить декомпрессию позвонков вот таким клиновидным вдавливанием. То есть, помните прием нож в масло? Вот так вот, мы тоже с нашей тоникой, да, стороны шире, 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 шире и входили как бы в тело человека. Здесь мы делаем вот такую вот, как бы лодочку, да, входим и вот так я ее еще немножко растягиваю. Вошли и растянули, вошли и растянули. Еще раз повторю. Видишь, вошел и раздвинул, вошел и раздвинул. Но ладони мало, добавим целиком все локти. Входим и раздвигаем. Входим в тело человека и раздвигаем его позвоночник. Входим и раздвигаем. Опять же, я условно делю тело человека на вот раз, зона, два, три, да. Или даже начинаю с четырех. Раз, вошел, два, три, четыре. Потом раз, два, три вошел. Потом раз, два, две уши, да. Раз вошел, два вошел, да. Потом один раз заканчиваю. Один раз вошел и раздвинул все целиком, да. Потом я вхожу опять вот между подвздошной косточкой и ребрами. И включаю вот такую вибрационную технику покачивания. Для чего? Руки должны идти в противофазию. Вот так вот, да. И мы их потихонечку раздвигаем. Для чего это делается? Сейчас я вам объясню. Сам писал такую измелью. Дело в том, что позвоночник в норме. Когда он крутится, как змея. То есть мы передаем импульс, да, и он доходит до самого верха. Так мы можем сразу протестировать человека. Допустим, она здесь, она должна отразиться вот в голове, да. И наоборот. Допустим, она здесь, она должна отразиться вот в крестце, да. Если она не отражается, то второй рукой можно нащупать, где она блокируется. Где она застывает. То есть там тогда есть блок. Я у меня. У тебя ты хочешь сразу проверить? Вот этот есть. Три. Делайте место. Сейчас вы попробуйте своими руками это все попробуйте понять. Вот. Кроме того. Вот есть вот ассистые отростки, которые мы нащупываем, да. Они нам показывают некоторую ротацию. У каждого позвонка в отдельности он может быть сюда либо сюда повернут, да. То есть вот так вот раскачивая, мы их немножко как бы вот раскрепощаем для дальнейшей потом вправки, да. И после того, как мы растрясли, завершающее движение, вот этой вот нашей порции приемов, берем полностью растягиваем. Извини, немножко будем хрустеть. Нет, у меня нормально. Здесь нормально. Делаем. Вот смотрите. Я вошел локтем, да. Там же, где вот подвошенный окой заканчивается. Вторым вхожу туда. А сам с силой растягиваю медленно всю верхнюю часть позвоночника. Угу. Чуть-чуть прям хруст такой. Ну вот я потому что медленно и мягко делаю, да. То есть это можно сделать достаточно мягко. Ведем практически острием локти, да. Но, опять же, предупреждение касается позвоночника. Да, вот с этой стороны, по мышцам, по мышцам. Вот так мы его растянули. Растянули, человек похрустел. И ободряющие ему обязательно можно слова сказать. Ну вот видишь, я же тебе что-то там на место поставил. Вот так. Значит уже не зря пришла на массаж, да. Далее переходим к другим техникам. Это мы расскажем в следующий раз. Пока. Давай потренируемся вот на этом.